Вам необходимо получить справку? Желаете научиться пользоваться компьютером? Или хотите узнать, куда обратиться за компенсацией после пожара? Теперь эти и десятки других насущных вопросов каждый пожилой житель Чайковского может решить за пару минут. Помогает навигатор услуг, которые местные власти и органы соцзащиты создали для престарелого населения. Навигатор составлен из вопросов интуитивно понятных, которые могут возникать у обычного человека. Он смотрит навигатор и видит, что есть ответы, есть полномочные люди, учреждения, которые готовы прийти к нему на помощь. И это значительно сокращает время получения государственной либо какой-то иной услуги. Это облегчает его хождение между различными учреждениями. Навигатор был разработан в рамках федерального проекта «Территория заботы», который призван создать в Прикамье систему гериатрической помощи. То, как оказывать ее наиболее эффективно, сегодня обсудили на научно-практической конференции «Гериатрия. Инвестиции в будущее». Полноценно и качественно помогать престарелым людям возможно только при комплексном подходе, говорят эксперты. В ближайшее время в регионе необходимо сформировать гериатрические бригады из специалистов самых разных областей. Они смогут решать терапевтические, ортопедические, урологические, офтальмологические, социальные и многие другие проблемы пожилого населения. Потому что все эти проблемы, как мы говорим, гериатрические или возрастные проблемы пациента будут ухудшать его здоровье. Нельзя абстрагироваться только в сторону одной какой-то болезни у пациента. Здоровье пожилого человека зависит не только от того, как у него работает сердце, болит ли живот, кружит ли голову. Зависит от того, как он живет, с кем он живет. Может ли он выйти на улицу, может ли он купить для себя продукты. Участники конференции сошлись во мнении. Развитие геронтологической помощи и обучение специалистов этой области сегодня необходимость. Сейчас в крае порядка 800 тысяч пенсионеров и в ближайшие годы эта цифра будет только увеличиваться при этом. У большинства граждан старше 60 лет обычно обнаруживаются 4-5 хронических заболеваний. В то же время в России увеличивается и продолжительность жизни. Сейчас она составляет примерно 74 года. К 2020-му этот показатель должен стать больше на полтора года. Как следствие, вырастет число людей пожилого и старческого возраста. Соответственно, увеличение такой когорты граждан требует определенных шагов и в развитии системы социальной поддержки, и в развитии здравоохранения. Конечно, гериатрия, которая является медициной для пожилых, прежде всего будет отвечать потребностям этого глобального тренда. При поддержке Краевого министерства здравоохранения в регионе открыто уже 10 гериатрических кабинетов в Перми, Березняках, Часовом, Чернушке и многих других муниципалитетах. К 2024 году кабинетов станет в 3,5 раза больше, а до конца текущего года планируется увеличение числа коек до 45 в гериатрическом стационаре на базе госпиталя ветеранов войн. Кирилл Диев, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта». Продолжение следует...